Милая моя сорока белобокая, раньше я к тебе ходил, теперь гора вековая. Геннадий Павлович Лиховских принадлежит к тому поколению, которое не сидит в ожидании, что кто-то устроит их досуг. Его поколение особенное. Неистребимая тяга к жизни объединяет этих людей. Песни тех времен, где я когда родился, где крестился, где я сидел в концлагере 4 года. Без песни жить нельзя на свете. Подобные праздники давно вошли в число традиционных в Центре Вера. И всякий раз гуляния эти яркие и эмоциональные. Сегодня заигрыши. Мы сегодня заигрываем. Весна с зимой сегодня. А потом будем в конце провожать, просить прощения друг у друга. Масленичная неделя – повод не только повеселиться, но и угостить всех блинами собственной выпечки. У посетителей Центра большой жизненный опыт, а следовательно и свои секреты этого русского лакомства. Я обычно делаю кислые блины на дрожжах. Мне больше нравится на дрожжах. Они пышные такие, хорошие. Кроме того, что нужны компоненты, которые состоят из блинов, нужно еще вкладывать в свою душу. Вот тогда блины получаются пышные, вкусные и сладкие. Роза Ивановна и нас угостила еще тепленькими блинчиками, не принимая никаких отказов. И это позволило нам еще больше почувствовать ту атмосферу, которая царит в Вере. А теперь после ремонта здесь стало еще уютнее. Заменены окна, отремонтированы помещения. Стало теплее и светлее в центре, который ежедневно посещают порядка 60 человек. Очень хочется облагородить территорию, где бы наши бабушки и дедушки приходили. Поставим лавочки. Хочу, конечно, сделать фонтанчик, разбить клумбы красивые сделать. Чтобы было действительно место для релакса, уюта и для посиделок, каких-то встреч. И действительно было комфортно и хорошо, и хотелось приходить сюда. И если намеченные планы сбудутся, люди прекрасного возраста станут приходить сюда с еще большим желанием.